Доброе утро! На РБК региональный блок новостей в студии Маргарита Гафарова. В Николой Березовке этим летом начнется реализация проекта по благоустройству села «Возвращение домой», который стал одним из победителей всероссийского конкурса. Предполагается обустройство пешеходного маршрута от Никольского храма до Парка Победы. Уже объявлен электронный аукцион с начальной ценой контракта свыше от 62 миллионов рублей. На его оплату пойдут 44,5 миллиона из федеральной казны, почти 18 миллионов из республиканской, а также средства бюджета Николы Березовского сельсовета. Реализовать проект планируют до конца лета 2021 года. В рамках благоустройства обустроят автостоянки, территорию вокруг озера возле церкви, проложат пешеходные и велодорожки с освещением, восстановят деревянные тротуары и сад с сиренью. У каждого исторического здания установят информационные таблички с QR-кодом. Также, как сообщили в Институте развития городов Башкортостана, на следующий всероссийский конкурс уже подано 10 заявок от республики. За федеральный грант поборются Себай, Баймак, Белорецк, Межгорье, Училы, Давлеканово, Туймазы, Благовещенск, Воскресенское и Зилаир. Результаты будут объявлены осенью этого года, а реализация лучших проектов пройдет в 2021-2022 годах. Всего на конкурс подали 301 заявку из 76 регионов страны. Высокая цена и низкий уровень сервиса, по мнению россиян, являются главной причиной отказа от путешествий в России. К таким выводам пришли аналитики сервиса Тутуру, которые провели специальное исследование. Эксперты интересовались, что мешает путешествовать по родной стране и с каким негативным опытом столкнулись туристы во время поездок по России. Итак, первая причина, почему россияне отдают предпочтение за гран-туром – цена. Многие считают, что Россия – это дорого. И по большей части идет речь про другой контент за те же деньги, отмечают эксперты. Второй по частоте барьер – скучно или слишком далеко. Многие респонденты считают, что города в России похожи друг на друга, и экскурсионной программы хватит максимум на два часа. А по-настоящему интересные экзотические туры, например, на Байкал или Курильские острова, кажутся априори недоступными и дорогостоящими. Кроме того, часть россиян думает, что путешествовать по стране непрестижно, а фотографии в соцсетях из отпуска не такие интересные. Также среди барьеров недостаток информации, непредсказуемость погоды, в том числе непривлекательное межсезонье, неразвитость инфраструктуры и низкий уровень сервиса. При этом эксперты отмечают, что пандемия открыла окно возможностей для развития внутреннего туризма, и им необходимо воспользоваться, в том числе и Башкортостану. Скажем, что касается знаменитых шиханов, 35% опрошенных россиян в возрасте 18 лет и старше, когда мы их спросили, хотели бы вы посетить или не, сказали, да, хотели, да, интересно. Но, конечно, они не посетят их, если, во-первых, мы им не расскажем об этом уникальном культурном, историческом, природном богатстве. И, во-вторых, если мы им не напомним. Эксперты также спросили путешественников о том, что мотивирует отдыхать в России. И среди основных причин выбрать поездку по стране – отсутствие языкового барьера и необходимости получения визы и загранпаспорта. Также респонденты отмечают многообразие и красоту ландшафтов и природы, понятное медицинское обслуживание, знание законов и способов обращения в полицию. Кроме того, жители мегаполисов ценят ощутимую дешевизну услуг в маленьких городах страны. В Башкортостане продолжается проект «Помоги собраться в школу». Это уже десятая по счету республиканская благотворительная акция. Она продлится до 31 августа, сообщили в региональном министерстве семьи, труда и социальной защиты населения. Каждый желающий может помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к новому учебному году. Сбор школьных принадлежностей проводится на базе межрайонных центров «Семья» и их отделений в городах и районах республики. Все неравнодушные жители республики и предприятия, и организации могут помочь семьям в приобретении школьных товаров. Это могут быть канцелярские товары, школьная форма, рюкзаки. В общем, все то, в чем нуждаются дети, которые идут в школу. Анна Сальманова отмечает, что с каждым годом неравнодушных людей в республике становится все больше. Так, в прошлом году была оказана помощь на общую сумму без малого 10 миллионов рублей. К школе смогли подготовиться почти 8 тысяч детей из малообеспеченных, многодетных или неполных семей. Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности. По всей республике пройдут праздничные мероприятия, приуроченные особой дате. Так, в Уфе концертная программа состоится в сквере Дубки. Ее готовят творческие коллективы и солисты городского дворца культуры. Начало в 19.00. Напомню, Дню семьи посвящена вся текущая неделя. Жители республики могут принять участие в различных конкурсах, акциях и тематических событиях. Так, 11 июля в республиканских центрах «Семья» будут работать консультационные площадки. А 12 июля состоится онлайн-конкурс. Для участия в нем надо разместить фотографию семьи на пикнике и указать хэштег «Семейный пикник 2020». И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро растут. Американская валюта прибавила в цене 83 копейки. Курс составил 72 рубля 17 копеек. Евро плюсует 91 копейку курс 81 рубль 47 копеек. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в банке «Нейва» по 72 рубля ровно. И продажа доллара в банке «Финам» по 72 рубля 19 копеек. Ну и наиболее выгодный курс покупки евро в банке «Нейва» по 81,10. И продажа евро в банке «Финам» по 81,49. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня. Всего доброго.